МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика. Об основных событиях дня вам расскажут наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Как защитить интеллектуальную собственность? Об этом говорили сегодня на экономическом совете при главе Чувашии. На прием к Путину ветеран Сталинградской битвы отправился на празднование юбилея Великого сражения. Все истории жизни. Сегодня вековой юбилей отмечает писательница Валентина Эльби. Сегодня средь бела дня в нескольких метрах от гражданского кольца сбили человека. Авария произошла на пешеходном переходе. Очевидцы рассказывают, что пострадавшая несколько минут пролежала без сознания на асфальте. Бригада медиков прибыла оперативно. Первую помощь девушки оказали на месте аварии. С ушибами и рваной раной потерпевшую доставили в больницу. Врачи констатировали сотрясение головного мозга. С какой скоростью передвигался водитель, пока неизвестно, но, по всей видимости, она была большой. Разогнаться на этом участке сложно. Водитель утверждает, что пешеход буквально выбежала на дорогу. Среагировать и нажать по тормозам она попросту не успела. Не очень быстро, как будто за ней вообще кто-то пешет. Она убегает от дороги. Ага, девушка была? Она не смотрела, девушка была, да, молодая. Откуда она выбежала, покажите? Вот оттуда выбежала. К другим новостям. Проблема защиты интеллектуальной собственности остров стала со вступлением России в ВТО. Как в новых экономических условиях оградить бизнес от недобросовестной конкуренции и защитить инновационные разработки ведущих предприятий республики, а также малого и среднего бизнеса, обсудили сегодня эксперты и представитель власти на экономическом совете. Уже давно говорят, что Чувашия не богата нефтью и газом, поэтому наш регион должен развиваться за счет интеллектуальных ресурсов. Как отметил Михаил Игнатьев, импульсом должны стать инновации. Представители ведущих предприятий такую позицию полностью поддерживают и стараются как раз делать ставку на интеллектуальный труд. Мы работаем на основе тех положений, которые выработаны в нашей организации. У нас имеется методика расчета и выплаты вознаграждения автором служебных изобретений. На всех этапах НЮКР и даже до начала включения темы в план у нас проводятся патентные исследования. Одним из единственных игроков на рынке тяжелого машиностроения, который отстаивает интересы России, это промтракт. Мы развиваем свою линию. И сегодня мы ставим задачу нашим конструкторам разрабатывать новые модели, которые мы будем вводить на рынок через 3-4-5 лет. Но разработки идей должны быть защищены, иначе они будут тормозить инновации. В этом уверены представители крупных предприятий республики. Оградить свои достижения от недобросовестных конкурентов оказывается не всегда просто. Было открыто в Чебоксарах КБ-21, куда стали массово переманивать мои компьютеров. У нас хорошая служба экономической безопасности, и мы провели свой анализ и попросили правоохранительные органы проверить, как на самом деле работает данная компания. Когда пришли компетентные сотрудники, они обнаружили везде в офисе документацию промтрактора. Она была в компьютерах, она была на флешках, она была в печатном виде. Когда задали вопрос, почему, мы получили ответ. После проверок было возбуждено уголовное дело, и таких посягательств на разработке собственников немало. Люди, которые научили зарабатывать легкие деньги на чужом труде, они будут в реальной жизни. Исходя из этого, эти случаи тоже будут где-то повторяться. И с учетом того, чтобы минимизировать все эти реальные случаи, которые будут происходить, то, соответственно, давайте будем рассматривать. В Чувашии растет число национальных патентных заявок. Если крупные предприятия больше волнуют защита интеллектуальной собственности и патентов, то в мелком и среднем бизнесе свои проблемы. Наши изобретатели зачастую страдают из-за правовой безграмотности. В случае незаконного использования товарного знака за защитой обращаются не все. Некоторые боятся участия в судах, другие не могут доказать свои права в использовании товарного знака. Ну, скажем, одна из ящикаролинских фирм зарегистрировала всем известный сорт колбасы в советское время, славянская. Вот слово сочетание славянская. Ну и обратилась к некоторым нашим производителям колбасы с предложением, в добровольном порядке, возместить определенные денежные средства, возмещать регулярно на использование вот этого. Мы предложили этому предприятию побороться на этом поприще, но они сказали, нет, мы бороться не будем, лучше потратим средства, новую упаковку закажем, и подальше от судов. Но это тоже убытки и время, и серьезные денежные потери. Конструктивных предложений оказалось немало. Нужно проводить информационную разъяснительную работу. Торгово-промышленная палата и экономический совет во главе с Михаилом Игнатьевым ставят охрану интеллектуальной собственности под особый контроль. Данифа Тагирова, Евгений Анисимов, Республика. Повышать заработную плату за счет оптимизации расходов. Такую задачу перед местными властями на совещании поставил полномочный представитель президента России Михаил Бабич. Приоритеты перед руководителями округов обозначил накануне и Владимир Путин. Приволжский полпред прилетел в Чувашу именно с этой встречи с конкретными планами. С подробностями Дмитрий Ковалев. Заработную плату работников бюджетной сферы необходимо подтянуть до среднего уровня. Но в каждом регионе эти цифры разные. В экономически развитых субъектах платят, разумеется, больше. А где-то за свою работу даже квалифицированные специалисты получают копейки. Михаил Бабич отметил, что сейчас во главу угла поставлена задача подвести уровень оплаты за труд под единые стандарты. Под свой контроль этот процесс взяли именно полномочные представители. На первом этапе мы решаем первичную задачу. Выводим уровень зарплаты с указами президента либо на средний по экономике, либо на два уровня по экономике к 2018 году по ряду категорий бюджетников. И параллельно ищем варианты, каким образом унифицировать подходы к зарплате бюджетников. Но при решении этого вопроса регионы не должны повышать свой государственный долг. Все козыри для изыскания необходимых средств руководителей на руках, оптимизация бюджетных расходов, создание условий для экономического роста, преобразование отраслей, где работают те же бюджетники. В стороне от этого не останется и федеральный центр. Источники понятны, подходы понятны, но при этом мы и говорим о том, что, конечно, и федеральный центр, федеральный бюджет готов и помогает сегодня регионам для сбалансировки бюджета. Сначала регион проводит инвентаризацию своих возможностей, максимально мобилизует ресурсы, а потом, соответственно, уже за счет средств федерального правительства, федерального бюджета происходит балансировка до той суммы, которая необходима для обеспечения этих расходов. Потенциал для решения этой важной задачи у республики есть. Макроэкономические показатели в регионе вышли на положительный рост. Сколько необходимо заложить в бюджет для повышения заработной платы, сейчас подсчитывают. Индексировать ее рассчитывают поэтапно. Глава Чувашии заметил, что все это делается во благо людей. Понятно, что бюджет понесет расходы, но уже предпринимаются меры, чтобы его сбалансировать. Мы эффективно управляя общественными финансами, оптимизируя неэффективные расходы, изыскывая дополнительные источники в течение года по шагу решать и разрешать. Дорожные карты, которые мы обязаны утвердить по всем отраслевым министерствам, мы сделаем, по срокам по шагу идем. И некоторые нормативные правила и документы уже представлены в федеральном министерстве для согласования. Важнейшая задача для руководителей на местах строительства жилья эконом-класса. Для снижения стоимости квадратных метров регионам необходимо предоставлять готовые площадки застройщикам. К участкам должны быть подведены все необходимые коммуникации. Доступного жилья в стране должно стать в разы больше уже через пять лет. По подсчетам только в Чувашии его смогут приобрести более 50% жителей. Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов, Республика. Еще одно совещание успел провести Михаил Бабич в Чебоксарах. С членами правительства Чувашии, руководителями образовательных учреждений и потенциальными работодателями полпред обсудил вопросы подготовки специалистов для промышленности. Для наглядности использовали производственные мастерские Чебоксарского электромеханического колледжа. Сварщиков на базе бывшего ПТУ номер 19 готовили давно, но робот-преподаватель в учебный процесс включился сравнительно недавно. Конструкция, суть – человеческая рука, управляемая не мозгом, а компьютерной программой. Кстати, компьютерные программы пишут сами студенты. Вот она программа, приблизительно вот так выглядит, и здесь у меня расписаны все точки. Также здесь расписаны режимы сварки. Такой ток, напряжение, скорость подачи волки, и тогда много-много параметров, которые мне позволяют делать вот такой учетный шок. В числе зрителей потенциальные работодатели кровно заинтересованы в том, чтобы на предприятие приходили выпускники, знакомые с современным оборудованием и технологиями. Техническое перевооружение сегодня не мода, а осознанная необходимость, и учебная производственная база должна соответствовать. Я специально приехал сюда, чтобы посмотреть вот эти мастерские, понять, на каком оборудовании происходит обучение, может быть, чем-то помочь электромеханическому колледжу именно в оснащении передовым оборудованием. Потому что я понимаю прекрасно, что если они здесь прошли хорошую подготовку, то они на завод, соответственно, приходят подготовленными специалистами. Чебоксарский электромеханический колледж одним из первых в республике начал готовить специалистов по-новому, решившись объединить под одной крышей учреждения и начального, и среднего профессионального образования. Благодаря грантам удалось оснастить мастерские по последнему слову техники. Создание межрегионального ресурсного центра позволяет использовать самый передовой опыт преподавателей и мастеров производственного обучения практически всей России. Это положительный пример оптимизации профессионального образовательного процесса, согласился полпредпрезидента России Михаил Бабич. Естественно, когда вопрос стоит о структурных преобразованиях в отрасли, об оптимизации в отрасли, всегда вопрос возникает о целесообразности применения и использования того или иного учебного заведения. Вот найти оптимальные формы и финансирования, и организации учебного процесса, и последующего трудоустройства выпускников, их использования в экономике именно того региона, где они обучались. Вот это одна из целей нашего с вами совещания. Структурные преобразования и оптимизация происходят и будут происходить. Здесь нормально надо относиться. Ибо на самом деле вопросы экономики, спрос и предложения заставляют по согласованию с вами же эти решения принимать. Почему я так говорю? Вот возьмем на 1 января текущего года спрос на рабочую силу на рынке труда. Спрос работодателей на как раз специалистов среднего и начального профессионального образования два с половиной раза, даже три раза по некоторым специальностям превышает, чем сегодня даже количество безработных на рынке, которые стоят и получают пособия. На совещании обсудили вопросы недофинансирования системы профобразования и перспективы развития частного государственного партнерства в этой области. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика. На коллегии Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Чуваше обсудили итоги работы за прошлый год и наметили планы на новый. В республике сокращается количество впервые поставленных на учет в наркологическую службу. О других цифрах в следующем репортаже. По-прежнему в Чуваше уровень наркотизации на 1,7 ниже, чем в среднем ПФО. Наблюдается снижение количества случаев смертельного отравления наркотиками. Больше всего наркозависимых в крупных городах республики Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш, Аллатари, Шумерля. По данным Организации Объединенных Наций, в последние годы Россия стала крупнейшим национальным рынком сбыта наркотиков. В официальных и неофициальных источниках звучит цифра, что наркотики потребляют до 8 миллионов граждан. Проводимая в стране психологическое и медицинское тестирование учащихся в молодежи свидетельствует, что ее значительная часть уже пробовала наркотики, либо знакома с такими медицинами. Наркополицейские медики отмечают, что в последние годы изменилась структура потребляемых наркотиков. Законодательство не поспевает за производителями отравы. В 2012 году выявлено 19 новых видов психоактивных веществ, не включенных в список запрещенных. Оборот таких наркотиков становится более скрытым. Они заказываются через интернет, доставляются почтой или курьером, продаются в торговых точках. По-прежнему широко распространена дезаморфиновая наркомания, но положительные сдвиги все-таки есть. Слеток, да и на содержащие лекарства отпускаются в аптеках только по рецептам. Это позволило сократить число потреблений и изготовлений дезаморфиновых препаратов. Во втором полугодии в рамках реализации программ модернизации наркологической службы Минздрав соцразвития Чувашия закупила новейшее оборудование, способное выявлять в биосредах охранизма следы потребления новых психоактивных веществ. Это позволит повысить эффективность принимающих правоохранительными органами мер по пресечению их распространения в особенности в местах массового досуга населения, привлечения виновных лиц к административной ответственности. На сегодняшний день, по моим данным, от 4 до 8 регионов, потому что данные разные, имеют такую аппаратуру во всей России. В прошлом году всеми правоохранительными органами Чувашии расследовано 639 преступлений, связанных с организацией или содержанием притонов, со сбытом и контрабандой наркотиков. Основным методом борьбы со распространением наркотиков по-прежнему остается профилактика. Направление это с людьми, кадрами работы. Насколько профессиональный сегодня специалист, каждый человек, который служит в этих органах, насколько вся система поставлена, совместная работа поставлена со всеми правоохранительными органами, средствами массовой информации, другими подразделениями, которые имеют в своих обязательствах работа с людьми, фактическая работа. Вот от этого, конечно, очень много зависит. По итогам работы в 2012 году Чувашское управление стало третьим в Приволжском федеральном округе и 16-м в России. Награды и благодарности лучшим наркополитейским вручил Геннадий Федоров, главный федеральный инспектор по Чувашии. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика. ЗАГС. За этими четырьмя буквами вся жизнь человека от рождения до смерти. Традиционно мнение о работе ЗАГСов складывается по впечатлениям о регистрации брака. Остальное остается, как правило, за кадром. 18 декабря 2012 года этой структуре России исполнилось 95 лет. Почти вековая история органов ЗАГС – это история страны. В Чувашии праздничную дату отметили сегодня на торжественном совещании в Театре опера и балета. Галина Титарчук узнала, чем же важны ЗАГСы для общества и государства. Первоначально органы ЗАГСа были созданы при НКВД, затем вошли в структуру МВД, затем в структуру исполнительных комитетов. А в 2006 году впервые за всю историю развития органов ЗАГСа вошли в систему Министерства юстиции, которая руководит ими по сей день. За 95 лет истории менялась структура ЗАГСа, методы работы, усложняли задачи. Но, несмотря на все изменения, система доказала свою стабильность и необходимость. С течением времени роль службы органов ЗАГСа только возрастает. Об этом свидетельствуют и те перспективы, и те задачи, которые сегодня стоят перед нами. Это и создание электронной базы данных записей органов ЗАГСа. Это и предоставление государственных услуг в сфере ЗАГСа в электронном виде. А главное, и объединяющие все сказанное, наши с вами задачи, уважаемые коллеги, это работа в интересах человека и для человека. Все самые важные события в жизни человека связаны с органами ЗАГС, бережно хранящими хронологию человеческих судеб и связь поколений. Поэтому и ветеранов этого дела не забывают, уважают и почитают. 25 лет возглавлял органы ЗАГС Чувашской республики Виталий Капитонов. К профессии прикипел всей душой. В настоящее время все органы ЗАГС компьютеризированы, и обслуживание происходит намного быстрее, чем когда-то было. Писали от руки. На это уходило минимум 15 минут. Сегодня это 5 минут. И еще поиск информации. Это тоже намного ускорилось. Ну, это своя эволюция, своя история. Наверное, потомки скажут, не зря жили они, не зря работали. В настоящее время в Чувашии 29 отделов ЗАГС. У каждого из них своя дата рождения, своя богатая история, которая бережно собирается в летописи. Впервые в этом году среди отделов ЗАГС Чувашской республики проводится конкурс летописей. Прошлое и настоящее. Один из победителей – это администрация московского района города Чебоксара, отдел ЗАГС. Им удалось найти ровесника, который отмечает 95-летие вместе с органами ЗАГС Российской Федерации. А первое почетное место в этом конкурсе заняли работники отдела из города АлатР. Ежегодно в начале года подводят и итоги республиканского конкурса на лучший отдел ЗАГС. В 2012 году, по мнению жюри, эффективнее всего работали Яльчикский, Урмарский, Янчиковский отделы ЗАГСов, занявшие, соответственно, первое, второе и третье места. Галина Титарчук, Александр Петров, Республика. 2 февраля исполняется 70 лет Сталинградской битвы. Завтра в Москве президент России встретится с участниками великого сражения со всей страны. Чувашу на встрече с Владимиром Путиным будет представлять Алексей Алексеевич Яковлев. Провожала ветерана и наша съемочная группа. Алексей Алексеевич в 19 лет ушел воевать. Был танкистом, героически прошел всю войну, принимал участие в боевых действиях на Западной Украине, участвовал в войне с Финляндией, под Киевом, в Харькове, Львове. 9 мая война для солдата не закончилась. Пришлось еще воевать с Японией. Демобилизовался лишь в 1946 году. Но самой тяжелой битвой в своей жизни считает Сталинградскую. В этой битве за город сражались более полутора миллионов советских солдат. Были задействованы 400 танков, 500 самолетов. Сталинград освобождали много уроженцев Чувашии. А в 36-й школе Чебоксар работает музей боевой славы Сталинградской битвы. 26 июня пришлось уже около Сталинграда быть. 26 июня уже я начал в составе 91-й танковой бригады защищать Сталинград. В Сталинграде я был ранен и контужен. В войну, вернее говоря, освобождение Сталинграда начали 19 ноября 1942 года и освободили уже 2 февраля 1943 года. Алексей Алексеевич в Москве встретится со своими однополчанами, вспомнит боевые будни и тех героев, кто отдал свою жизнь в одной из самых кровопролитных битв истории. Сегодня свой вековой юбилей отмечает известная журналистка и писательница Валентина Эльби. Впервые в Чувашской печати это имя появилось в середине 30-х годов. Ее первый рассказ «Ради детей» был опубликован в газете «Канаш». Начинала творческий путь Валентина Андреевна в редакциях районных изданий. Затем довольно долгое время проработала редактором детского вещания на радио и телевидении. Валентина Эльби родилась в деревне Старая Буянова в обычной крестьянской семье. В молодости, вспоминает сейчас юбилярша, ей приходилось самостоятельно учить русский язык. Она перечитывала в школьной библиотеке классическую литературу. Книги она начала писать в 30 лет. Излюбленная тема ее произведений – детский мир. Герои романов Эльби сражались на гражданской войне, служили на границе, помогали милиционерам задерживать преступников. Сейчас, признается юбилярша, многие эпизоды для своих рассказов она черпала из личной жизни. Ярких картин было немало. Эти картины, которые я видела в детстве, я уже постаралась, когда я сама писала, там многие, я и спор включила это, писала. Всего из-под ее пера вышло более 20 книг. Одну из них даже включили в школьную программу и перевели на марийский язык. Сегодня Валентину Андреевну поздравляли бывшие коллеги и официальные лица. Министр культуры Чувашии вручил ей благодарность от главы Чувашии и телеграмму от Владимира Путина. Таким был этот четверг глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова